Здравствуйте, уважаемые едоки! Сегодня мы с вами в Израиле попробуем самое классическое печенье, которое тут все едят, и оно самое дешевое из всех. Это бренд Осом. Осом можно перевести как типа сарай. И мы, кстати, едим макароны этой марки. Они очень вкусные. То есть я раньше покупал все время в Израиле итальянские макароны из Калп, потом попробовал обычные, самые дешевые макароны этого бренда и просто перестал покупать итальянские макароны, потому что они такие же вкусные, как и израильские. То есть вот некоторые макароны в России, мы в России покупали только итальянские. Тут вот фирма Осом, это классно. Значит, это классическое печенье. Тут его много, тут его полкило. И вот эта цена, она не совсем верная, потому что мы купили две таких пачки за 12 шекелей килограмм печенья. То есть это очень дешево. Ну то есть за 200 с хвостом, 210 рублей, там сколько вот так, мы купили килограмм печенья. То есть это хорошая цена, нормальная. Дальше. Тут содержится, я всегда смотрю на содержание сахара. Сахара на 100 грамм 22 грамма, то есть 5 ложек. Это не слишком много. То есть многие вещи сладкие, которые ты ешь, там сильно больше. То есть это не самое сладкое печенье, что мне тоже как бы нравится. Но я его еще не пробовал. Давайте откроем и попробуем. Самое дешевое в Израиле печенье. И его, как я понял, местные очень любят и берут. То есть я просто видел, как люди набирают этого печенья в ногу. Вот в таких оно брикетах. Абсолютно герметично. Давайте откроем. Так. Ну-ка. Вот такие. Ой, какое оно нежное. Оно прям рассыпается сразу. Вот ты берешь его. Вот кусочек печеница. Вот на нем написано Awesome, кстати. И написано Perlite Berile, что-то такое. Ну, в общем, с логотипом. И вот сзади оно так поджарено. Оно, ну, на самом деле оно не слишком прям рассыпается. То есть, но оно не слишком твердое. Похоже по консистенции, чуть-чуть может быть тверже, чем наше, ну, которое мы берем юбилейное, да? И оно потоньше юбилейного. То есть процентов на 20 потоньше, чем юбилейное. Шикарное. Не слишком сладкое. Не приторное вообще печенье. Отлично. Короче, смело покупать. Мы, честно говоря, боялись, потому что мы взяли килограмм печенья. И мы его никогда не пробовали. Было страшно. Ну, мы увидели, просто я вижу, идет отец с девочкой, с маленькой. И они взяли себе этого печенья, набрали. Я подумал, ну, если как бы отец с девочкой, с маленькой идут, и взяли, наверное, оно вкусное должно быть. И, это правда. В общем, шикарное. Ну, на самом деле, оно похоже на юбилейное. Похоже. Но, журь юбилейное, когда ты его ешь, оно немножко такое вот более маслянистое, что ли. Это более сухое печенье. Более сухое. Из-за этого оно, его легче есть много. Что для некоторых людей может быть минусом. В общем, оно очень хорошее. Смотрите, какой слои вот. Видно, что оно как бы идет слоями. Очень, очень даже вкусное. Мне нравится. Штукенцы, попробуй тоже. Штукенцы уже жует. Ну что, пробуй печенье. Блин, оно такое хрустящее. Слушайте, ну как будто, я поняла, что это юбилейное печенье, которое поджарили. Ага. И немножко как будто посолили. Ну, может быть даже. Оно не такое сладкое. Да, потому что юбилейное, оно прям ешь, оно такое сладкое. Кстати, еще оно похоже на соленый крекер, но без соли, а с сахаром. То есть консистенция скорее как у крекера. Точняк. А по сладости скорее как юбилейное. Во, Типа, что-то такое среднее. Да-да-да-да. Такого нужно много съесть. Слушай, зря мы боялись его купить. Да, мы боялись. Потому что мы стояли около прилавка и думали, что оно такое дешевое? В всяких больших пачках явно какая-то фигня. Но, после того, как девочка смело схватила целая пачка этого печенья, мы тоже осмелились и не пожалели. Не пожалели, очень вкусное. Шикарное. Да. Я ему поставил, наверное, даже вот 8,5 баллов с 10. Да, классное печенье. Считаю, что оно самое дешевое в Израиле, но при этом оно реально как бы... Смотрите, здесь нарисован такой тортик, типа, я сначала не поняла, при чем здесь тортик, но теперь, мне кажется, я догадываюсь. Во-первых, из этого печенья можно сделать такой тортик, если положить его слоями и намазать, например, сгущенкой, получится тортик. А вторая идея, у этого печенья есть привкус вот такого тортика. То есть, мне кажется, это напоминает что-то немножко такой бисквитный тортик с карамелью. И интересный факт. Знаете, что это значит, вот эта штука? Это значит, что тут есть сахар, но не просто сахар. Это значит, то что, типа, покупая это печенье, вы платите налог на сахар. Вот. В Израиле есть налог на сахар, налог на соль. Вообще, когда только приехала в Израиль, мне сказали, покупай продукты с большим количеством красных наклеек, потому что они самые вкусные. Теперь я поняла, что это значит. Ты плачешь просто больше всего налогов. Хитрый способ, да? Приятного аппетита вам! Ждем ваши комментарии. Пока!